Самарские новости спорта Его ученики – старший тренер Федерации дзюдо Самарской области по девушкам, заслуженный тренер России Сергей Герасимов, вице-президент Федерации дзюдо Приволжского федерального округа Владимир Зябченко. Анатолий Петрович в большой спорт пришел поздно, в 14 лет. Тренировался на металлурге. Когда он сам тренировался, очень нравилось. Он сам туда бежал. Не то, что его кто-то заставлял. На тренерской работе ему тоже очень нравилось. Он очень любил детей. Своих не было у него, а свои воспитанники. И его все любили. Конечно, все рвались к нему. Там же много тренеров было. И все почему-то просились к нему. За право представлять по Волжье на первенстве страны боролись более 300 спортсменов до 21 года. Для этого нужно было парням попасть в первую четверку в каждой весовой категории, девушкам в лучшую шестерку. У девочек, конечно, уровень у нас повыше всегда. И у девочки, в принципе, есть члены сборной страны. И во всех весах, я думаю, у девочки будут медали. Но у ребят тоже мы надеемся, что выступит хорошо. У нас, в принципе, уже даже путевку завоевал Глеб Шумилов, который выиграл сейчас турнир в Питере. Он сегодня здесь просто будет бороться как тренировка. В результате упорнейших и зрелищных поединков сборная Самарской области завоевала 19 медалей. 6 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых. В ноябре в Ижевске их ждет татами первенства России. Самарская команда будет состоять из 8 юношей и 11 девушек. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.